Гайто Газданов. Письма Иванова. Гайто Газданов. 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 Никто из нас никогда у нее не видал. Николай Францевич был прекрасным собеседником, одним из лучших, каких мне приходилось встречать. Я не помню, чтобы он с кем-нибудь спорил, и когда я ему об этом как-то заметил, он сказал, «Видите ли, мой друг, я полагаю, что спорить – это занятие бесполезное. Я разговариваю, скажем, с таким-то человеком, что меня интересует, то, что он думает, и то, как он думает. Моя задача, задача всякого собеседника – помочь ему выразить свои мысли и ознакомиться с ними. Я бы даже сказал, что чем меньше они совпадают с моими собственными взглядами, тем это для меня интереснее. Намерение, которое мне совершенно чуждо – это попытаться убедить моего собеседника в необходимости думать так, как думаю я. И если вы доведете это до логического завершения, то вы увидите, что достижение такой цели привело бы к тому, что этот человек стал бы повторять ваши слова, и беседа потеряла бы всякий интерес, потому что интерес начинается там, где начинается разница между людьми и их взглядами. Николай Францевич не был иногда лишен, несмотря на то, что он никого ни в чем не хотел убеждать, не был лишен некоторых дидактических побуждений. Читал он очень много – книги самого разного содержания, вплоть до модных романов. О литературе он говорил очень охотно. Человеческая жизнь бедна. Огромное большинство людей не умеет видеть то, что происходит вокруг них. И так называемый жизненный опыт состоит чаще всего из нескольких десятков несложных выводов. Но очень многим людям, то есть так называемым читателям, свойственно постоянное желание чего-то, чего они в своей жизни не находят, какого-то другого понимания, каких-то других возможностей. У них нет воображения для того, чтобы представить себе это без посторонней помощи. Вот, собственно говоря, главная цель литературы и искусства, но особенно литературы. А потом, знаете, у некоторых народов есть профессиональные плакальщицы. Их роль заключается в том, чтобы заменять людей, которые не умеют соответствующим образом выражать свои чувства, в данном случае горе, от того, что умер близкий им человек. И вот плакальщицы, которые покойного в глаза не видали и не имеют о нем представления, за соответствующее вознаграждение рыдают над ним так, как этого не могут делать ни сыновья, ни жены. И есть целая категория писателей, которая выполняет примерно такие же функции по отношению к читателям. Таким, например, в русской литературе был Некрасов. Это, конечно, только часть литературы. Но часть довольно важная. Насколько я помню, Николай Францевич не состоял ни в одном профессиональном объединении, но очень часто бывал на обедах, которые устраивались по случаю празднования стольких-то лет такой-то деятельности такого-то человека. Речей он не произносил, но внимательно слушал все, что говорилось, даже записывал что-то в блокнот и вообще проявлял всегда необыкновенную любознательность. Его интересовало, почему Иван Петрович стал присяжным поверенным, а Петр Иванович – доктором, что определило их призвание и когда это произошло. Он также внимательно читал газеты, делал из них вырезки. Такой-то необыкновенный случай, история такого-то преступления, мемуары знаменитых людей. В личном общении Николай Францевич был чрезвычайно любезен. Говорил всем приятные вещи, обо всех отзывался с неизменной благожелательностью, и со стороны получалось впечатление, что он живет в идиллическом мире, состоящем из хороших и приятных людей, его многочисленных знакомых. Он не любил одного, чтобы к нему приходили без предупреждения. Те, кто этого не знал и кто хотел навестить его, не сговорившись с ним заранее, никогда не заставали его дома, хотя нередко случалось, что в тот день, когда его не было, и в тот час, когда к нему кто-то пришел, и на звонок никто не отвечал, что Николай Францевич именно в это время разговаривал с кем-то по телефону и должен был быть дома. Одно время распространился слух о том, что Николай Францевич не такой, каким он кажется. Кто-то даже говорил, что он имеет отношение к интеллиджент сервис. Но это было настолько неправдоподобно, что даже те, кто это повторял, в это сами не верили. К тому же были люди, которые знали Николая Францевича еще по России, хотя все они были значительно старше его и приближались к тому возрасту, когда недостоверность их воспоминаний была столь же понятна, сколь простительна. Один из таких людей, бывший сенатор Трифонов, благообразнейший седобородый старик, с лицом перерезанным глубокими морщинами самых разных линий, вертикальными, горизонтальными, полукруглыми, рассказывал о том, что у Николая Францевича был в молодости роман с какой-то знаменитой артисткой, которая бросила из-за него сцену и покончила жизнь самоубийством. Но бывший сенатор Трифонов рассказал эту историю только один раз, и когда его однажды попросили повторить ее, он уже не мог сделать того усилия памяти, которое было для этого необходимо. Вскоре после этого он умер, заснув и не проснувшись, в зимнюю ночь в Париже, в 30-х годах этого столетия, лишив нас всех возможности когда-либо узнать, существовал ли где-нибудь, кроме его слабеющей памяти или слабеющего воображения, эта неизвестная и знаменитая артистка, покончившая жизнь самоубийством из-за Николая Францевича. А Николай Францевич продолжал жить все в той же квартире, на тихой улице, где было так мало движения, что сквозь мостовую в некоторых местах прорастала зеленая трава. Под карнизы домов этой улицы постоянно садились и оттуда постоянно вылетали голуби. Всегда стояла тишина, и только иногда из какой-нибудь квартиры вдруг раздавался звук рояля. Но в 9 часов вечера все замирало, и шаги редких прохожих были слышны с необыкновенной отчетливостью. Именно эта улица, казалось, особенно подходила для Николая Францевича. Там можно было прожить много лет, не зная ни о Елисейских полях, ни о Больших бульварах, ни о Монмартри, так как люди живут в Тамбове, Вологде или Авеньоне, читая на ночь Плутарха или Босюэ, думая о тщите всего существующего, в состоянии неподвижной созерцательности, удела немногих, счастливых по-своему людей. Казалось несомненным, что Николай Францевич принадлежал к их числу, и что все его предрасполагало именно к этому. Но то, чего никогда никто не знал, это был вопрос о том, на какие доходы существовал Николай Францевич. Он нигде не служил и нигде не работал. У него не было никакого состояния, и когда он появился в Париже много лет тому назад, то по свидетельству тех, кто его хорошо знал тогда, у него не было денег, и он первое время жестоко нуждался, перенося лишения с тем достоинством, которое его никогда не покидало. Он не мог, с другой стороны, составить себе состояние в Париже, так как не занимался никакими делами. Никакого наследства он тоже не получал. Впрочем, у него как будто не было даже родственников за границей. В том, что он не занимался нелегальной деятельностью, и в том, что ему никогда не угрожало судебное преследование, сомнений быть не могло. Я встретил его как-то однажды поздним вечером на ужине, который устраивал Союз иностранных журналистов Париже, куда я попал случайно, соблазнившись уговорами одного из моих знакомых, сотрудника австрийских и швейцарских газет, который проводил большую часть своего времени в многочисленных барах и ресторанах, так что было непонятно, когда он мог заниматься своей работой. Ужин был очень неплохой, но, к сожалению, с многочисленными речами, которые произносились на разных языках и содержание которых было всегда приблизительно одинаковым. Мы живем в грозное время, и та ответственность, которую мы несем перед нашими читателями, требует от нас. Общественное мнение не может оставаться равнодушным. В то время, как угроза диктатуры нависла над Европой, мы не можем допустить, чтобы... Перед этим было выпито много вина. За вином следовал коньяк. И мой знакомый, с которым я пришел, успел за очень короткое время выпить такое же количество вина и коньяку, которое его коллеги выпили за весь вечер. Пришел в необыкновенное возбуждение, аплодировал оратором, и в отуманенном его воображении возникла целая система каких-то фантастических представлений, неверных и расплывчатых, как быстро потерявшие свою определенность контуры его коллег, как качающиеся рядах черных смокингов над белой скатертью стола, покрытой бледно-красными пятнами расплескавшегося вина. И над этим волнистым и движущимся видением с необыкновенной и пьяной убедительностью звучали слова об ответственности и о невозможности допустить, хотя в действительности не было ни этой ответственности, ни возможности или невозможности, что бы то ни было допустить или не допустить. Но на некоторое время не только моему знакомому, но и его коллегам стало казаться, что судьба мира зависит от того, что они напишут или чего они не напишут в своих статьях. Было ясно, что эта странная аберрация была вызвана несколькими причинами, которым трудно было бы найти точное объяснение. Тем или иным возрастом вина или коньяка, определявшим неуловимые изменения в его действии, той или иной степенью временной атрофии аналитических способностей. Но тому, кто оставался трезв, все это казалось явным отказом от элементарной и очевидной логики. К счастью, трезвых людей там было мало, и все, что они могли бы сказать, показалось бы неубедительным для тех, кто говорил о долге и ответственности. Я ушел с этого ужина одновременно с Николаем Францевичем, который, как всегда, пил со вкусом, но немного. Была зимняя ночь с особенным парижским холодным туманом, в котором призрачно возникали мутные световые пятна фонарей. Он сказал, что любит иногда гулять по пустынному ночному городу. Я ответил, что разделяю это пристрастие, и мы пошли пешком по направлению Ксении. В зимнем тумане, который то сгущался местами, то редел, перед нами возникали и скрывались несравненные перспективы парижских улиц. В этом неверном освещении, в этом смешении тумана и мутного сияния фонарей Николай Францевич в его черном пальто, белом шелковом шарфе, с котелком на голове, казался мне в ту ночь еще менее убедительным, чем обычно. Он был среднего роста, довольно плотным человеком и был на первый взгляд таким же, как тысячи и тысячи его современников. И все-таки я никогда не мог избавиться от впечатления, что в нем было что-то недовоплощенное и почти призрачное. Я спросил, как его здоровье, хотя за много лет знакомства с ним я что-то не помнил, чтобы он когда-либо был болен. Он ответил, что в его возрасте всегда бывают некоторые недомогания, но пока они не принимают катастрофического характера. Как всех здоровых людей, его эта тема явно не интересовала. Затем он сказал, что вообще-то, как человек живет или что он делает, это ему самому чаще всего неинтересно. «Изволите ли видеть», – сказал он. «Я убежден, что каждому или почти каждому человеку интересно не то, как он живет, а то, как он хотел бы или должен был бы жить. Многие люди, как вы знаете, видят себя не такими, какими их видят другие. Огромное большинство знает или полагает, что знает несколько истин. Во-первых, что они не такие, как все это думают. Во-вторых, что они живут не так, как должны были бы жить, в силу целого ряда случайностей, потому что неблагоприятные обстоятельства заставляют их вести именно такое существование. В-третьих, что они заслуживают лучшей участи, чем та, которая выпала на их долю. И, наконец, еще одно, быть может, самое важное. Множество людей тесно в тех условиях, которые определяют их существование. Их душа, их разум требуют чего-то другого. Так точно каждому из них нужно было бы прожить несколько жизней, а не одну. «А не кажется ли вам, Николай Францевич, — сказал я, — что если это действительно так, так это какая-то явная аберрация, как та, при которой мы с вами только что присутствовали?» В данном случае речь шла, как вы помните, об ответственности, которая будто бы лежит на тех людях, которые сегодня произносили патетические тирады об этом и о которой у них представление, если не совершенно фантастическое, то очень преувеличенное, мягко говоря. Всякое представление, выходящее за какие-то очень узкие бытовые пределы, может быть аберрацией. Даже такие понятия примитивного порядка, с точки зрения человека, настроенного философски, как прогресс или демократия, разве это не аберрация? Однако из-за них погибли миллионы людей. Это в конце концов не важно, аберрация это или нет. Это ощущение, чувство, потребность. И если бы этого не было, если бы у людей не было потребности изменить свою жизнь, то не было бы того, что мы называем «историей культуры». В эту зимнюю ночь улицы Парижа были пустынны. Из тумана, который растелался перед нами, появились и исчезли фигуры двух полицейских, совершавших свой обход. И Николай Францевич сказал, что это почему-то напомнило ему «ночную стражу», хотя как будто бы ничего общего со знаменитой картиной Рембрандта в появлении этих полицейских не было. Затем из того же тумана выплыла фигура нищего бродяги, кутавшегося в порванное пальто и волочившего шаркающим звуком ноги в стоптанных башмаках, в которых не было шнурков. Когда это шарканье, похожее на короткие и сухие всхлипывания, удалилось, Николай Францевич сказал, «Вот вам еще одна жертва аберрации. Это человек, который мог бы оставаться батраком где-нибудь в Аверне или Нормандии, каменщиком, мусорщиком, рабочим или шахтером, и которому тоже была тесна его жизнь». Затем Николай Францевич сказал, что иногда, очень редко, впрочем, вот в такие зимние ночи, как теперь, Париж вдруг начинал ему напоминать Петербург. «Заметьте, что эти города совершенно не похожи, но это несущественно. Вот вы испытываете какое-то ощущение, которое трудно определить, и оно вызывает произвольное впечатление сходства, которого в действительности нет. И в эту минуту вы отдаете себе отчет в том, что время, годы, расстояние – все это понятия чрезвычайно условные и изменчивые. Время идет само собой. Мы живем сами собой до тех пор, пока какая-то механическая сила не восстановит календарной истины. А в общем, времени нет. Есть воспоминания, есть воображение, есть погружение в прошлое, боязнь будущего. Но мы называем все это так – прошлое, будущее, настоящее. Я думаю, только потому, что не даем себе труда задуматься над этим и понять, что все это – только ощущение. Мы шли по набережной сены. В ночном тумане река была не видна, и мне больше и больше начинало казаться, что рядом со мной идет призрачный человек, которого, может быть, никогда не существовало. И никогда явственнее, чем в эту ночь, Николай Францевич не казался мне таким далеким от этой действительности, в которой мы с ним жили, и вне которой я его не знал. На пустынных Елисейских полях мы с ним расстались. Он сел в такси и уехал домой. Я представил себе, как он вернулся в свою квартиру, зажег свет в комнате, где безмолвно и постоянно пылал догорающий фрегат Тернера, потом лег в кровать и погрузился в то небытие, из которого он вновь появлялся на следующее утро. Через некоторое время, когда я в числе других был приглашен опять на ужин к Николаю Францевичу, он предстал перед нами таким, каким мы всегда его знали, неизменно любезным, исключительно тактичным и прекрасным хозяином. Служанка со своим траурным видом и полными красными губами на бледном лице подавала устрицы. Николай Францевич разливал белое вино. Время текло незаметно. За тугими занавесками окон был зимний холодный вечер. А за столом опять возник Петербург, о котором Николай Францевич говорил много и охотно. Музыкальная драма, имена знаменитых артистов и артисток, стихи Блока, концерты Гоффмана, Нева, неизбежные цитаты из «Медного всадника». Во всем этом была успокоительная призрачность, торжество воспоминаний и воображения. И мне казалось в тот вечер, что Николай Францевич с такой же легкостью мог перенестись в другую страну и другую эпоху. Мы впервые оценили в нем необыкновенного рассказчика. До сих пор он нам казался только собеседником. Когда мы расстались с ним, была уже поздняя ночь. Через несколько дней после этого один из моих друзей, с которым мы ужинали у Николая Францевича, сказал мне, «Я сохранил приятнейшее воспоминание об этом вечере, но вам не показалось, что в нем было что-то странное?» Странное? Нет. Но я не знал, что наш друг такой прекрасный рассказчик. Вам не показалось, что в этих рассказах, несмотря на бесспорное их мастерство, было что-то фальшивое, что-то недостоверное? Нет, я думаю, что все, о чем он рассказывал, происходило именно так, как он говорил. Я в этом не сомневаюсь. Но вы знаете, какое у меня было впечатление, что Николай Францевич никогда не жил в Петербурге, никогда не видел этого города, но прекрасно изучил его историю, его быт, все имена, все события, все, и точно читал нам отрывки из книги, которую и он об этом написал. Написал хорошо, во всяком случае. Несомненно. Кроме того, он в конце концов действительно петербуржец, и все-таки покойный сенатор Трифонов его знал именно по Петербургу. Но что вы хотите? Не верю я этому человеку. И он пустился в длинные и сумбурные объяснения, явно не убедительные, но в которых парадоксальным образом было что-то, против чего было трудно спорить. И под конец разговора мне стало казаться, что действительно, в один прекрасный день мы опять придем к Николаю Францевичу, но его не окажется дома. И потом выяснится, что в этом здании, где он жил много лет, никогда не было ни его квартиры, ни его самого, и что это все, пылающий фрегат в его гостиной, его служанка, тяжелая мебель, его ужины и рассказы, все это только возникло в моем воображении, в зимнюю ночь, в Париже, смешавшей с туманом и вкусом устриц и вина. Все это происходило до войны, в те времена, которые потом стали казаться нам идиллическими, и которые погрузились в такую глубину прошлого, как эпоха последних лет Российской империи. Но и после войны все шло, как всегда. Та же квартира, тот же фрегат, та же безмолвная служанка, на которой тоже, казалось, никогда не отразилось время. Казалось, что никакой ход истории не мог ничего изменить в облике Николая Францевича, неубедительным и несокрушимым. Несмотря на преклонный возраст, он сохранил исключительное здоровье и прекрасный аппетит, и никогда, казалось, не болел. Но за много лет моего знакомства с Николаем Францевичем я ни разу не видел, чтобы он смеялся. Жизнь его шла как будто без каких бы то ни было затруднений. Трагедии в ней, казалось бы, не было и не могло быть. Но иногда он вдруг начинал казаться мне похожим на человека, которому что-то тягостное мешало жить с той безмятежной легкостью, которая должна была бы быть его уделом. Так, точно в его безоблачном существовании, что-то было не так, как нужно. Было какое-то сознание вины, какое-то постоянное сожаление. Вероятнее всего, думал я, в действительности не было ни этой вины, ни этого сожаления, представлений, столь же произвольных, как представления о мнимой невещественности его положительной жизни. Затем наступило время, когда мне приходилось надолго уезжать из Парижа, и я гораздо реже видел Николая Францевича. Так прошло еще несколько лет, в течение которых его образ жизни не изменился, как мне об этом писали мои друзья. Но однажды днем мне позвонили по телефону и сообщили, что Николай Францевич умер. Накануне этого дня мои друзья ужинали у него, и по их словам, никто из них не мог бы и подумать, что они видят его в последний раз. Все было так же, как всегда. Он так же прекрасно принимал своих гостей. Ел с таким же аппетитом, был так же любезен и мил, и казалось, совершенно здоров. На следующий день он встал в десятом часу утра, служанка наполнила ему ванну, он погрузился в воду, затем она услышала звук, похожий на короткое всхлипывание. Вошла в ванную и нашла его мертвым. Потом было отпевание, церковь, панихида, и Николая Францевича похоронили на одном из парижских кладбищ. И через некоторое время на его могиле уже лежала мраморная плита с надписью «Здесь покоиться». Так кончилась долгая жизнь Николая Францевича, почтенного и уважаемого человека, жившего в хорошей квартире, путешествовавшего за границу, читавшего Декарта и Босюэ, прекрасного собеседника и хозяина, не знавшего в течение долгих лет ни забот, ни нужды, оставившего по завещанию своей верной служанке хорошую квартиру, прекрасную мебель и, как это выяснилось несколько позже, некоторую сумму денег. Думая о смерти Николая Францевича, я вспомнил речь, которую на его похоронах произнес один из наших общих друзей. «Господа, мы хороним нашего многолетнего друга. Он был одним из редких людей, о которых никто не мог сказать ничего отрицательного и которого никто ни в чем не мог упрекнуть. Он был живым воплощением всего, что мы считаем положительными началами в нашей жизни. У каждого человека в прошлом есть поступки, о которых он потом жалеет. Есть случаи, когда он действовал не так, как следовало. Такова, в конце концов, человеческая природа». Николай Францевич был счастливым исключением из этого правила. Никогда ни одного отрицательного поступка, никогда никакой недоброжелательности по отношению к кому бы то ни было. Наш общий друг, произносивший эту речь, в свое время кончил Московский университет по юридическому факультету. Жизнь его за границей, однако, сложилась так, что ему никогда не пришлось заниматься адвокатской практикой. Его деятельность проходила главным образом на бирже, хотя призвание его было, несомненно, другим. И, как он нам признавался, в своем воображении он нередко видел себя в суде, выигрывавшим сложные дела, добивающимся оправдания обвиняемых и произносящим речи, построенные с безупречной и неопровержимой логикой. Он был полон этих непроизнесенных речей. И вот теперь, на похоронах Николая Францевича, он говорил, так точно защищал память покойного от каких-то воображаемых обвинений. Николай Францевич не был ни общественным деятелем, ни артистом в какой бы то ни было области, ни автором каких бы то ни было книг или теорий, но круг его интересов был чрезвычайно широк. Его можно было встретить во всех музеях Европы, его можно было застать за чтением современных авторов или блаженного Августина, и ни одно явление культуры не проходило мимо его пристального и одновременно благожелательного внимания. И в этом огромном количестве разных вещей Николай Францевич всегда находил свой собственный путь, свою собственную систему взглядов на жизнь и на то, как следует жить, систему, которую я определил бы как торжество положительной морали. Было в нем еще нечто, отличавшее его от всех нас. Он стоял выше личных счетов, мелких практических интересов, которые нередко отравляют нашу жизнь. Он стоял как бы в стороне от бытовых недоразумений, от того, что мы, вульгарно выражаясь, называем будничной прозой существования. Он был лишен честолюбия. Он никогда не стремился ни занять чье-то место, ни навязать кому-то свои взгляды, и я не представляю себе, чтобы Николай Францевич мог быть кому-либо чем-то обязан. Беседа с ним всегда была интересной и плодотворной. Он принадлежал к числу тех, которые ничего не берут у других, но которые охотно делятся со всеми своим исключительным богатством мыслей и соображений. Его личная судьба сложилась так, что в жизни его не было, насколько мы знаем, ни трагедий, ни испытаний. Но те, кому они выпали на долю, могли всегда рассчитывать на его понимание и сочувствие. Он был человеком редкой независимости, и чувство собственного достоинства не покидало его ни при каких обстоятельствах. И если бы он попал в трудные условия, чего, к счастью, в его жизни не случилось, это чувство независимости и собственного достоинства не покинуло бы его, и он остался бы таким, каким он останется в нашей памяти, благожелательным, культурным, умным, прямым и честным человеком. Соединение качеств достаточно редкое, и которое особенно следует подчеркнуть, говоря о покойном. Он был христианином, и если представить себе, что и для него наступит день страшного суда, то он предстанет перед этим судом с чистой душой и чистым сердцем, и судьи увидят, что он прожил свою жизнь, не совершив ни одного отрицательного поступка, никого не обманув, никого не обидев, и стараясь понять тех, кто имел счастье, как мы все, быть его другом и благодарным его современником. Через несколько дней после похорон Николая Францевича, вечером, когда я сидел у себя дома, раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал неясный женский голос, который очень быстро что-то говорил по-французски, но с таким волнением и таким акцентом, что я сначала никак не мог понять, в чем дело, и решил, что моя собеседница ошиблась номером. Потом я все-таки понял. Звонила экономка Николая Францевича, которая сказала, что она очень хотела бы меня повидать. Я назначил ей свидание на следующее утро. Она пришла в своем черном траурном платье, такая же бледная, как всегда, и, уставив на меня свои неподвижные глаза, объяснила, что она не знает, как быть и что именно следует предпринять, чтобы получить имущество, которое Николай Францевич оставил ей в наследство. Она показала мне его завещание, засвидетельствованное у нотариуса. В завещании было кратко сказано, что все, что принадлежало Николаю Францевичу, он оставляет ей. Я объяснил итальянке, что, по-моему, никаких трудностей у нее не будет и что ей надо обратиться к этому же нотариусу. Она поблагодарила меня и потом сказала, у него осталось много бумаг на иностранном языке, я не понимаю, что там написано и не знаю, что с ними делать. Может быть, вы посмотрите, что это за бумаги? Хорошо, сказал я. Если они носят личный характер, то я читать их не буду и проще всего будет их уничтожить. После этого мы отправились на квартиру Николая Францевича, на ту тихую улицу, где он прожил столько лет. Так же, как и раньше, бурно зеленели деревья, наверху было такое же синее небо, но мне показалось, что в этом успокоительном пейзаже два ряда высоких домов, деревья, небо, в этом воздухе теперь шли медленные волны далекой и созерцательной печали, которой не было ни на этой улице, ни в этом воздухе, до тех пор, пока Николай Францевич был жив. Мы поднимались на второй этаж, итальянка шла передо мной, и я невольно заметил ту упругую легкость, с которой ее ноги преодолевали ленивые, но крутые ступени мраморной лестницы. Сколько ей могло быть лет, этой женщине? Сорок? Сорок пять? Ящики огромного письменного стола Николая Францевича были наполнены папками с письмами, которых оказалось очень много. Все письма были написаны по-английски, и все они были адресованы некоему Иванову, жившему на улице Муфтар, далеко от того района, где находилась квартира Николая Францевича. Каждому из этих писем была приложена копия письма самого Иванова. Его письма были адресованы разным благотворительным обществом и некоторым частным лицам, всегда в далеких странах, преимущественно в Америке, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке. Я взял одно из них на многих страницах. В этом письме, отправленном по частному адресу в Калифорнию, Иванов писал, «До самого последнего времени я считал свое положение безнадежным и поэтому принял решение больше не беспокоить вас никакими просьбами. Я давно примирился со своей участью и жестокостью судьбы, которая сделала так, что моя жена, которая могла бы мне помочь, лишена этой возможности, так как она после Менингита, который едва не стоил ей жизни, почти совершенно ослепла. Я представляю себе ту холодную тьму, в которую она теперь погружена, в этой нашей бедной квартире, где стоит давно потухшая печь, потому что у нас нет денег на уголь. Мне иногда кажется, что я мог бы перевернуть мир, если бы мне вернули мои силы, но я продолжаю быть парализованным и до самого последнего времени мне казалось, что я, в сущности, давно лежу в могиле, с той разницей между моим трупом и трупами тех, кого хоронят на кладбище, что у меня открыты глаза и что судьба отняла у меня способности страдать и видеть страдания этой бедной слепой женщины, которую я помню молодой, смеющейся, полной силы надежд на лучшее будущее. Мне кажется, в такие минуты, что настоящая смерть в тысячу раз лучше, в тысячу раз легче, в тысячу раз достойнее, чем то судорожное подобие существования, которое я веду теперь. Простите меня за то, что я пишу вам обо всем этом, но вы столько для меня сделали, я стольким вам обязан, что, отделенный от вас огромным расстоянием, я считаю вас моим далеким другом, и я пишу вам как другу. Но знаете ли вы, что это первое письмо, которое я пишу сам? До сих пор я диктовал свои письма, так как рука мне не повиновалась, и вот несколько дней тому назад я вдруг заметил, что я могу двигать правой рукой. Это было ощущение такой необыкновенной силы, это показалось мне таким чудом, что когда я коснулся этой воскреснувшей рукой своего лица, оно было мокро от счастливых слез, которых я не чувствовал. Доктор мне сказал, что может быть, это только начало, что в дальнейшем я буду двигать и левой рукой, и кто знает, может быть, через некоторое время я вновь стану таким, каким был много лет тому назад, до того, как меня разбил паралич. То есть, значит, я опять буду в состоянии работать, и когда я думаю об этом, мне становится трудно дышать от волнения. Дальше шло подробное описание жизни Иванова, в которое он время от времени вставлял соображение другого порядка. Я иногда готов смеяться над самим собой, потому что мне всегда была свойственна наивная и идиллическая мечта, утопическое видение такого мира, в котором не было бы ни бедности, ни страданий, ни зависти, мира, который был бы построен на огромной и сложной системе гармонического и счастливого равновесия. Но я отвлекся от того, что хотел вам сказать, если жизнь есть движение, то до самого последнего времени я был вправе считать себя мертвым. Это длинное письмо было написано с бесконечными отступлениями и представляло собой многословную просьбу о помощи деньгами. Копия этого письма была приколота бумага. Ответ на 29 дробь 11 Калифорния 16 дробь чек номер 437 Другое письмо было адресовано в Мельбурн. В нем Иванов писал, что он вернулся из санатория и что он снова у себя дома. Узкая железная кровать, холодная сырость маленькой комнаты, тот же низкий потолок, свод которого иногда напоминает ему изгиб могильного склепа. Дальше было сказано, «Я вынужден много времени проводить лежа на постели, так как у меня нет сил ни на что другое. Я думаю о разных вещах в эти долгие часы. И первая моя мысль это обращение к Богу и благодарность за то, что я один и что та медленная смерть, в атмосфере которой я живу все эти долгие годы, никому не причинит никакого вреда. В конце концов, что произойдет от того, что мир не услышит тех симфоний, которые возникают в моем воображении и звуки которых сопровождают меня повсюду. После моей смерти скажут, что вот умер человек, который считал себя композитором и который не написал ничего. И кто, в конце концов, будет знать, что весь этот звуковой океан, который окружает меня, возник именно тогда, когда неумолимая болезнь лишила меня возможности записать эти симфонии, и удержать это стремительное движение звуков, вне которого я не представляю себе жизни. На этот раз Иванов был композитором, медленно умиравшим от чахотки, и которому врачи сказали, что усиленное питание и поездка в Приморские Альпы могут его спасти. Но на это нужны средства. Композитор задавал себе вопрос, имеет ли он моральное право обращаться кому бы то ни было с просьбой о помощи. Ему казалось, что он может написать такие вещи, которые никто до него не писал. Но, может быть, это была просто иллюзия, может быть, у него не было никакого музыкального дарования. Затем шли рассуждения о природе творчества. Может быть, симфонии Бетховена существовали до того, как он появился на свет. И та особенность, которую мы называем гением и которую мы не можем назвать иначе, заключается в том, что он был единственным человеком в мире, который услышал эти звуки, то есть ту музыку, которой кроме него не слышал никто. И вопрос, который при этом возникает, таков. Создал ли он эти бессмертные симфонии? Создал ли он этот неповторимый звуковой мир? Или он только услышал и записал для всех то, что всегда было? И если это так, то, может быть, и я услышу те звуки, которых в силу миллиардов и миллиардов случайностей не знает никто, кроме меня. Я просидел над архивом Иванова несколько часов. Меня не могло не удивить разнообразие тех бытовых подробностей, которые он приводил в своих письмах. В некоторых случаях он был одиноким человеком, в других случаях речь шла о тяжелой болезни его жены. Но независимо от того, упоминалось ли о семье или нет, он сам всегда был тяжело болен. Я знаю, что постепенно слепну, и ничто этого остановить не может. И когда мои глаза перестанут видеть, я унесу с собой это зрительное воспоминание о мире, который теперь постепенно тускнеет и скрывается от моего напряженного взгляда. Я больше не буду видеть, но я не забуду никогда этих контуров, которые я видел столько лет. Этого движения линий, этой игры световых отблесков на море, этих неуловимых переходов от голубого к синему и от зеленого к голубому, за которыми я следил с палубы корабля в океане. Я знаю, что то время, которое мне еще остается прожить, я буду слышать бесчисленные звуки во тьме, но в этом мире я буду чувствовать себя чужим, и я с трудом представляю себе, как я привыкну к этой ослепшей вселенной, без света, без солнца, без сумерек, без ночи. В другом письме Иванов, недавно попавший по его словам под автомобиль, писал «То, что я чаще всего испытываю, это боль в пальцах правой ноги, ощущение, которое доказывает мне одну истину, которой я раньше не подозревал. Мы считаем, и я всегда думал, что воображение это результат умственной деятельности. Говоря воображение, я хочу сказать представление о том, чего в действительности нет, и то, что вы, англичане, называете фикцией, слово трудно, переводимое на другие языки, и вот теперь я убедился, что это не так. Наша мускульная и нервная система, это неодухотворенная казалось бы совокупность тканей и узлов тоже обладает воображением, потому что чем другим, как не воображением мускулов и нервов можно объяснить это ощущение в пальцах ампутированной ноги. Я думаю о другом. Какая странная профессия фабрикант искусственных ног и рук и какая странная отрасль промышленности. Содержание этого письма, такого же длинного, как остальные, сводилось к тому, что Иванову необходимо купить искусственную ногу и что у него на это нет денег. Все его письма, впрочем, всегда содержали просьбу о помощи, но никогда эта просьба не была выражена прямо. Каждое письмо это был рассказ, и все они были написаны в таком тоне, точно Иванов обращается к людям, которые не могут его не понять, которые вместе с ним склонны рассуждать о превратностях судьбы и о печальной участи их корреспондента. Почти в каждом письме Иванов задавал себе вопрос, имеет ли он в сущности моральное право просить кого бы то ни было о помощи, но этот вопрос носил часто риторический характер. Среди тех, кому Иванов посылал свои письма, были, судя по всему, самые разнообразные люди, что было видно по содержанию этих письм. Нельзя было не удивиться разнообразию тем, которые обсуждал Иванов, в зависимости от того, кому было написано письмо. Он писал об экономической эволюции мира, о перерождении форм капитализма, о политике, о будущности Франции и ее историческом прошлом, о западной культуре. Были письма, в которых речь шла о последних веках Византии, о живописи, о литературе, и во всем этом у Иванова были необыкновенные познания. Но особенно патетический тон был характерен для тех писем, которые посылались людям духовного звания и где речь шла о религии. С одним и тем же неизменным вдохновением Иванов писал о католицизме. В конце концов, история христианства есть история католической церкви. Что бы ни говорили об этом те или иные люди, каковы бы ни были ужасы инквизиции, исчезнувшие, растворенные в неизменном и постоянном возрождении христианской веры в несравненном сиянии спасителя. О лютеранстве только лютер, только он понял опасность окостенения христианства, оцепенения и неподвижности его образов, и без него мы не знали бы, что такое настоящая вера. О буддизме, если мы совершенно объективно должны констатировать, что основное отличие монотеистической религии от разных видов языческих верований, примеры которых нам дают в частности Эллада и Рим, заключается в том, что язычеству чуждо созерцания, вне которого мы не можем себе представить монотеизма, то религия, в которой главную роль играл этот торжественный акт созерцания, это, конечно, буддизм. И к каждому письму была приложена коротенькая лента бумаги с даты его отправки, получения ответа и чека. Я просидел несколько часов над этими письмами, в каждом из них Иванов менялся. После архитектора появлялся инженер, после инженера бывший преподаватель истории. Я читал и думал о том, какие мучительные усилия воображения были нужны автору этих писем. После этого, конечно, не оставалось больше сомнений в том, откуда Николай Францевич брал средства на жизнь. Вторая квартира в бедном районе Парижа, фальшивые бумаги на имя Иванова, которого никогда не существовало и упорный многолетний труд. Итальянка несколько раз входила в кабинет, где я сидел, и потом уходила. Я ей сказал под конец, ничего не объясняя, что эти письма она может уничтожить. Попрощался и поехал домой. Был летний вечер. Я сидел в своем кресле и думал о том, что я только что узнал. То, что никакого Иванова никогда не было, казалось мне, в конце концов, не таким важным. Не так уж важно было и то, что Николай Францевич зарабатывал деньги именно таким способом. Самое важное было другое, то, что Николая Францевича, того, каким мы все его знали и помнили, тоже не было, несмотря на обманчивую его вещественность, квартира, обеды и итальянка. Та изменчивость форм, в которой проходило его существование, то неправдоподобное множество превращений, о котором свидетельствовали его письма, все это были, быть может, его судорожные и безуспешные попытки воплощения, бесплодное стремление найти свое место в мире, которое в силу неизвестных причин было давно потеряно, как воспоминания о прошлом, которого не могли восстановить никакие усилия памяти и воображения, а кроме того, никакая созерцательная философия и назидательное чтение Бусюэя и Декарта не могли спасти Николая Францевича в той мере, в какой он существовал, от этой постоянной лжи, от сознания своей тягостной вины перед доверчивыми людьми, которым он писал свои письма и к которым он обращался во имя тех положительных принципов, которых его жизнь была жестоким и непоправимым отрицанием. Все было ложью и химерой, и его философия, и его жизнь, и эпистолярная литература Иванова. Все было неверно и обманчиво, вплоть до календарной даты его похорон, потому что Николай Францевич, которого я знал столько лет, и в реальность которого я не мог поверить до конца, растворился и исчез в той пустой могиле, куда был опущен его пустой гроб, не тогда, когда была произнесена речь о несуществующих заслугах этого несуществовавшего человека, а несколькими днями позже, в тот летний вечер, когда я вернулся домой после чтения писем Иванова.